Добрый день, дорогие дамы и господа! Сначала спонсори моей программы «Моя Америка» Это магазин товаров медицинского назначения «Лаба Саплай» в Скоке Здесь можно найти буквально все, что вам необходимо для того, чтобы сделать вашу жизнь комфортнее Вам нужны маски? Окей, пожалуйста, перчатки? Разумеется, санитазер для рук? Конечно, медицинское оборудование, любое, большой выбор ортопедической обуви для женщин и для мужчин И еще много-много-много всего, что поможет вам достойно противостоять болезням и радоваться каждому дню Магазин «Лаба Саплай» расположен по адресу 7564 Линкольн Авеню в Скоке 7564 Приезжайте или позвоните по телефону 847-329-1238 И вы узнаете, как сделать заказ с доставкой на дом 847-329-1238 Пользуйтесь услугами «Лаба Саплай» и... Будьте здоровы, дамы и господа! Ну а сегодня у нас будет разговор о том, что произошло 75 лет назад В 1999 году, это 21 год назад, был проведен опрос среди редакторов, которые возглавляют в средствах массовой информации отделы новостей У них спросили, что они считают самым значительным событием в 20 веке И большинство ответило Атомная бомбардировка Хиросимы Ричард Фрэнк, это известный историк, он автор книги «Крушение. Конец имперской японской империи» «Downfall. The End of Imperial Japanese Empire» Так вот, Фрэнк считает, что если бы редакторов попросили назвать самые спорные эпизоды в американской истории в 20 веке Атомная бомбардировка оказалась бы во главе списка И я полагаю, что Фрэнк прав В этом каждый из нас имеет возможность убедиться В этом месяце, в августе, исполняется 75 лет годовщин Множество годовщин 75-летних, связанных со Второй мировой войной На первую половину августа приходится несколько 6 августа бомбежка Хиросимы 8 августа вступление Советского Союза в войну с Японией 9 августа атомная бомбежка Нагасаки И 15 августа, совсем недавно, решение Японии о безоговорочной капитуляции Не случись, однако, первого и третьего события, то есть бомбежки Хиросимы и бомбежки Нагасаки Четвертого события, решение Японии о безоговорочной капитуляции Пришлось бы ждать не дни и недели, а многие-многие месяцы И в этом мало кто сомневался в первые годы после окончания войны Хотя уже тогда раздавались голоса, что сбрасывать атомные бомбы для победы над Японией было необязательно Причем среди утверждавших это были не только штатские люди В частности, были военные, например, генералы Дуайт Эйзенхауэр, Кертис Ламэй, Даглас Маккартур, адмиралы Уильям Лейхи, Уильям Холсей Однако и они не отрицали Не отрицали Атомная бомбардировка ускорила окончание войны и спасла жизни многим, многим тысячам американских солдат Были спасены жизни тысяч советских солдат Красная армия потеряла за несколько дней войны в Маньчжуре, убитыми больше 8 тысяч человек Японцы потеряли 80 тысяч И если бы война продлилась, число жертв среди гражданского населения, подчеркиваю, среди гражданского населения Японии Превысило бы число жертв двух атомных бомбардировок Я приведу только один факт В ночь с 9 на 10 марта 1945 года, то есть за несколько месяцев до атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки В ночь с 9 на 10 марта Бомбардировка американцами Токио похоронила 150 тысяч человек 150 тысяч Не атомная бомбардировка Токио Генерал военно-воздушных сил Лимей, считавший атомную бомбардировку необязательной, он так считал не потому, что он горевал в связи с погибшими в Хиросиме и Нагасаки Имея называли безумный бомбоментатель, Мэтт Бомбер Так вот этот безумный бомбоментатель, он считал, что две атомные бомбы оставили без работы бомбардировщиками, которыми он командовал Отдавая приказ об атомной бомбардировке, главнокомандующий американской армии президент Гарри Трумэн руководствовался двумя очевидными причинами Я их называю Причина первая Будут спасены тысячи его соотечественников Причина вторая Япония будет вынуждена согласиться на безоговорочную капитуляцию Вопрос о безоговорочной капитуляции Японии был решен на Паттамской конференции, которая проходила 17 июля по 2 августа Но, конечно, никто, в том числе и президент, не предполагал, что безоговорочная капитуляция последует в считанные дни после атомных бомбардировок Но не перевелись люди, которые по сей день сомневаются в необходимости атомной бомбардировки Правда, вот это следует отметить Большинство из них не ставит под сомнение спасение десятков, а то и сотен тысяч жизней американских солдат Но они утверждают Они утверждают, что ситуация в Японии в 45-м году была катастрофической Руководители Японии были готовы сложить оружие еще летом этого года И в то время, когда Трумэн отдал приказ об атомной бомбардировке Он знал о катастрофическом положении Японии и о ее готовности к безоговорочной капитуляции Вот поэтому-то они считают атомную бомбардировку бессмысленной, а некоторые даже называют варварской Особо оголтелые противники бомбардировки утверждают Соединенные Штаты решили запугать Советский Союз и потому и сбросили бомбы на беззащитную Японию И вот мы живем в 75-ю годовщину этих событий Споры за и против Эти споры не переступают сегодня рамки цивилизованной дискуссии Хотя в преддверии выборов цивилизованные дискуссии почти по любому вопросу напрочь отсутствуют Но вот 25 лет назад в 50-ю годовщину атомных бомбардировок страсти были наколены Пример Смитсоновский институт подготовил экспозицию Перекресток, конец Второй мировой войны, атомная бомба и холодная война Так называлась экспозиция Центральным экспонатом был самолет Энолагей С этого самолета была сброшена бомба на Хиросиму И что тогда 25 лет назад творилось? Противники о бомбардировке требовали всенародно осудить ее И они собирались привезти из Японии на выставку жертв Они нашли поддержку в либеральных средствах массовой информации Культурная война, так назвали бушевавшие страсти Культурная война завершилась через 10 месяцев после открытия выставки Выставку закрыли Заизменили ее экспозиции, которая не вызывала ни споров, но и не вызывала большого интереса Победили в культурной войне те, кто требовали закрыть неугодную им выставку Сегодня, сегодня наследники этих людей побеждают Они обвиняют Колумба в геноциде против индейцев и сносят его памятники Они осуждают Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона и Джеймса Мэрисона Как рабовладельцев и оскверняют их памятники Они называют предателями генералов конфедерации Роберта Ли и Томаса Джексона И считают необходимым вычеркнуть их из памяти Ну а президенту Трумэну достается за варварскую бомбардировку Дамы и господа Большинство современников Трумэна считало варварами японцев И считало так не без основания В 2005 году, 15 лет назад В преддверии 60-й годовщины атомных бомбардировок Вышел фильм «Большой рейд» Фильм об освобождении американскими рейнджерами и филиппинскими партизанами Заключенных концлагеря на полуострове Батаан Освободили из его японского плена всего лишь несколько сот человек В плен весной 1942 года попали десятки тысяч Тысячи погибли во время шестидневного от места пленения до концлагеря перехода Этот переход вошел в историю как Батаанский марш смерти Пленные умирали от истощения жары и жажды Не поспевавших за более сильными японцы убивали Япония подписала принятую в 1929 году Женевскую конференцию о военнопленных Но нарушала эту конвенцию и потому что японцы считали Недостойным жить каждого, кто попал в плен, а не покончил с собой Тысячи выживших в марше умерли и были убиты в следующие три года в концлагере Летом 1945 года об ужасах Батаана знала вся страна Но да ведь до Батаана был Пёрр-Харбор, а затем война на Тихом океане Гуманисты, которые возражали против тавровых бордежек Токи и других городов Их можно было насчитать по пальцам, когда речь заходила Об атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки Но гуманистов прибавилось после публикации в журнале Нью-Йоркер В первую годовщину атомной бомбардировки, а это был август 1946 года Журнал опубликовал репортаж Джона Херси Этот американец побывал в Хиросиме, встретился с шестью выжившими Это была молодая вдова, молодой клерк, два врача, два священника И журнал Нью-Йоркер опубликал его репортаж Рассказ американского журналиста, а я, кстати, скажу, что газета Wall Street Journal недавно напомнила об этом рассказе Так вот, этот рассказ не мог не вызвать рост числа осуждавших атомной бомбардировки Но у абсолютного большинства американцев еще не сгладилось из памяти сражение за Окинаву Это сражение продолжалось в 45-м году три месяца Оно унесло жизни 50 тысячам американцев Плюс 200 тысяч японцев И когда в августе Япония капитулировала Многие спрашивали Неужто нельзя было сбросить бомбу раньше Во время боев за Окирану? Но, может быть, со временем атомных бомбардировок управлявшей Японией Большая Шестерка считала ситуацию в стране безнадежной Это Большая Шестерка, дамы и господа Я ее назову Это премьер-министр Сузуки Глава Министерства иностранных дел ТОГО Министр армии Анами Военно-морской министр Яоани И член начальника штаба имперской армии УМЕЗУ И его помощник ТОГОДА Так вот, вопрос Считали ли они ситуацию в стране безнадежной? Или, может быть, они были готовы к безоговорочной капитуляции? До середины 90-х годов Отвечая на эти вопросы, можно было, наверное, о чем-то спорить Сегодня Сегодня ответы однозначные Ответ на первый вопрос Большая Шестерка не считала ситуацию безнадежной И считала необходимым продолжать сражаться Ответ на второй вопрос Члены Большой Шестерки Отвергали безоговорочную капитуляцию? Сегодня мы знаем ответы на эти вопросы Президент Руман знал правильный ответ на оба вопроса В августе 45-го года Объясняю почему Каждый из нас, кто интересуется Историей борьбы американской разведки против советского шпионажа Знает, разумеется, о Веноне Так была названа операция Целью которой была дешифровка Посланий советских шпионов из Вашингтона в Нью-Йорк В Москву и посланий КГБ ГРУ из Москвы, Вашингтон и Нью-Йорк Расшифрованные Веноны и Депеши стали достоянием гласности Только в 90-е годы Венона занималась советским шпионажем в Соединенных Штатах А вот была группа Ультра Секрет Ультра Секрет Она занималась, среди всего прочего Дешифровкой и радиоперехватами японских сообщений Группа была создана вскоре нападения японцев на Перс-Харбор В ее обязанности входило составление ежедневных сводок для избранных Две копии получал Белый дом Одну президент, вторую заведующий канцелярией Белого дома По одной копии получали военное министерство Военно-морское министерство Государственный департамент и посольство Англии Запрещалось снимать копии Посыльный, приносивший свежее сообщение Забирал у получателя сообщение, доставленное накануне Дешифровальщиков называли волшебниками И каждая из трех видов ежедневных сводок Получила имя волшебство Сводка Мэджи, Кфар и Самари Информировала о событиях на Дальнем Востоке И всем, что связано с Японией Так вот, впервые о существовании волшебства Стало известно в 1951 году Когда были опубликованы выдержки из дневников Джеймса Форестола Форестол занимал пост министра Военно-морского министра А с 1947 года он был министром обороны В 1978 году 1978 год Были напечатаны, но с купюрами С купюрами Собрание всех ежедневных сводок волшебства И тогда же критики атомной бомбардировки Тут же объявили Не было бы купюр Выяснилось бы, что бомбить Хиросиму на Гасаки Было совсем не обязательно Но вот в 1995 году Напечатали собрание сводок Безо всяких купюр И выяснилось Нет ни малейшего сомнения Будь на месте Трумэна Франклана Дилана Розвитт Мы знаем, он умер в апреле 1945 года Решение было таким же Бомбить Хиросиму Затем на Гасаки В то самое время Когда американцы мастерили атомную бомбу Они уже готовились к десантной операции Операцией было название Даунфол Крушение Это была операция Высадки в Японию Операция планировалась двухэтапная Этап первый Операция Олимпик Это высадка на юге острова Кюсю Этот этап должен был начаться 1 ноября 1941 В начале 1946 года Планировался второй этап Операция Корона Высадка на остров Хансиу Поблизости от Токио Подготовка к Олимпии началась весной Для успешной высадки требовалось Как минимум Тройное превосходство Над обороняющимися При высадке в Нормандии В начале 1944 года Было тройное превосходство Наступающих над обороняющимся Японцы И это об этом свидетельствовали Данные группы Ультра Секрет Готовились к отражению десанта На одного атакующего Приходил бы один защитник Это не сулило атакующим Ничего хорошего В апреле 1945 года Адмирал Эрнст Кинг Поставил в известность Высшее начальство Что он выступает Против высадки в Японию Но подчинится решению О десанте Если такое решение Будет принято В июле Сразу же после победы На Окинаве Адмирал Честер Нимец Поставил коллегу Адмирала Кинга В известность Он не поддерживает Операцию Олимпия 7 августа На следующий день После бомбардировки Никто В американском командовании Не предполагал Что через несколько дней Япония капитулирует 9 августа Когда была сброшена Вторая атомная бомба В американском командовании Операцию Олимпия Поддерживал только МакАртур И в этот день Никто не представлял Что 15 августа Император Японии Хирохита Объявит О безоговорочной капитуляции Когда в июне Трумэн принимал решение Об Олимпии Он знал Его высшие генералы И адмиралы Единодушно поддерживают Десант на острове Косю Но вот когда Президент узнал Что во-первых От единодушия Не осталось и следа И во-вторых Японцы готовятся К встрече с американцами Трумэну не составляло труда Принять решение Об атомной бомбардировке Дешифровка Японских сообщений Позволяла узнать Большая шестерка Надеялась На вторжение Американских войск Ибо не сомневалась В гигантских Потерях Американцев Многотысячные Потери врага Считали японцы Приведут К массовым протестам Соединенных Штатов Против войны И американским Политикам Придется заключить мир На выгодных Для Японии Во всяком случае Не потребуется Безоговорочной Капитуляции Командование Американских Военно-морских сил Считало Народ Прекратит Поддерживать Войну Если потери Окажутся Чрезвычайно Большими Назывались Предполагаемые Цифры Потерь От 400 тысяч До 800 тысяч Убитых И от 1,5 миллионов До 3,5 миллионов Раненых Для сравнения В Европе И на Тихом океане Погибли 407 тысяч Здесь Предполагалось В Японии В случае десанта До 800 тысяч Только убитых Дамы и господа История Мы с вами знаем Не признается Слагательного наклонения Предположим Давайте предположим Однако Что атомной Бомбардировки Не было бы И война Продолжалась Полагают Что война Продолжалась Еще полтора года Может быть Дольше Из-за погоды Американцы Напомню Готовились К операции Олимпия Которая должна Была начаться 1 ноября На Окинаве 9 октября На Окинаву Обрушился Разрушительный Тайфун Он нанес Б громадный Ущерб Армейским Подразделениями Флоту Включая Десантные Суда Десант На Кюсю Пришлось бы Отложить На несколько Месяцев Возможно На 5-6 А 4 апреля 46 года Природа Подарила Очередной Тайфун Если бы Не атомные Бомбардировки И последовавшая За ними Немедленно Безоговорочно На капитуляции Японии В высадке На Японские Острова Приняла бы Участие Красная Армия После войны Япония Была бы Поделена Как Корея На Северную И Южную И в столице Японии Появилась бы Токийская Стена По образцу И подобию Берлинской Дамы и господа Главнокомандующий Американской Армии Президент Гарри Трумэн Не ошибся Отдав приказ Об атомной Бомбардировке На этом Я ставлю точку В монологе Дамы и господа Будет небольшой Перерыв на рекламу Не покидайте Волну нашего радио Я вернусь к вам Через несколько минут Итак Уважаемые дамы и господа Мы возвращаемся В передачу Алексея Орлова Моя Америка Номер телефона В студии 847-400-5200 Все линии горят Поэтому начинаем Принимать звонки Добрый день Вы в эфире Алло Здравствуйте Анатолий Здравствуйте Алексей Уже несколько лет Подряд Наши Африно-Американцы Африканское Общество Америки Америки Требует От правительства Выделения Компенсации За 100 Аравских В размере 17 триллионов Долларов Скажите пожалуйста Встанут ли В очередь Японцы За получением Компенсации Ядерные взрывы Хиросимии Нагосяки И это мой первый вопрос И второй Сегодня Надеюсь Радио Утром рано Прямо перед Вашим Спортивным Обозрением Впочинение Впочинение Сева Каплан В программе Сева Каплан Сказал о том Что Комитет Сената По разведке Провел Расследование В течение Трех лет И Вчера Они опубликовали Итоги Этого Расследования И пришли К выводу Что Действительно Россия Помогала Трампу И так далее И тому подобное Скажите пожалуйста Насколько это Реально Спасибо Окей Я начну Во-первых С первого вопроса Речь идет Насколько я понял Толя Что Япония Требует Компенсации За там И выбородировки Нет Там вопрос был Так Мы знаем Что Афроамериканское Население Требует Репараций В размере 17 триллионов Значит ли это Что Япония Станет в очередь За Так же Репарацией Вопрос Совершенно Замечательный Американскими Черными Решается Все просто Триллионы Им конечно Никто не даст Там 17 10 15 Любую цифру Называйте Но им могут Быть спущены Блага Которых Ну например Бесплатное Образование В университетах Это я придумываю Просто Что может быть Спущено Никаких Триллионов Не будет Никаких чеков Они получать Не будут Это мое предположение Я не знаю Если Камала Харрис Станет президентом И обе палаты Конгресса Палата представителей Сената Будут демократическими Я не знаю Что они могут принять Можно только догадываться Что касается Сенатского комитета Сенатский комитет Пришел к выводу Что Работники Сотрудник Работникой команды Трампа Встречались Некоторые Там называются Имена С Российскими Представителями И что Россия Действительно Хотела Помочь Была на стороне Трампа Окей С моей точки зрения Ничего нового В этом В этом нету Абсолютно Ничего нового Мы прекрасно знаем Что например Украина Была за Хилари И хотела Помочь Хилари А Россия Была в той или иной Степени Руководство России Было за Трампа И было на стороне Трампа Но это вовсе Не значит Что было какое-то Вмешательство В выборах Просто Напросто Ничего не значит Вмешательство Выборов Это активная Помощь Реклама На всех Возможных Телеканалах И газетах Это Подписывка Выборов Каким-то Образом Вторжение В избирательные Аппараты А то Что Россия Хотела помочь То есть Я вообще По большому счету Я для себя Ничего нового В этом не увидел Да Некоторые Сотрудники Избирательной Компании Трампа Встречались С представителями России Россия Была не против Того, чтобы Трамп победил На выборах Ну и что Спрошу я Что дальше Что нового Например Ни о каком Вмешательстве Речи нет Вмешательстве А то, что Они симпатизировали Ну это Например Соединенные Штаты Активно Вмешивались В избирательную Компанию В Израиле Помогая Соперникам Деньга Это было Вмешательство Никакого Никакого Денежного Поступления Из России В избирательную Компанию Трампа Не было Даже намека Поэтому Окей Это Лишний шум Чтобы понять О Все таки Трамп Какая-то была Связь с Россией Для меня Ничего нового В этом не было Абсолютно Спасибо большое Принимаем Следующий звонок Добрый день Вы в эфире Здравствуйте Алексей Добрый день А скажите мне Вот Из каких Соображений Были Была бомбежка Произведена На Нагасаки Хиросима Что там были Какие-нибудь Воинские соединения Почему не другие Города Могли бомбануть Токи Вы слушали Мою передачу Я сначала Я не слушал Окей Значит До Атомных Бомбардировок Хиросимы Нагасаки Города Японии Подвергались Ковровым Бомбардировкам Бомбардировщикам Б-27 Значит Ковровые Бомбардировки Американская Английская Авиация Использовала В Европе На полную Катушку Были уничтожены Город Гамбург Город Дрезден Город Кельн Почему Конкретно Сбросили Хиросимы И Нагасаки Вероятно На какой бы город Не сбросили На какой бы город Не сбросили Речь бы шла О гибели Гражданского Населения Это война Поэтому Перед тем Как ставить вопрос Почему Сбросили На Хиросиму И Нагасаки Атомные Бомбы Я поставил Вопрос А почему Япония Напарла На Перхарбор Почему В японских Концлагерях Япония Подписала Женевскую Конвенцию О военнопленных Почему В японских Концлагерях Уничтожали Пленных Скаки Кстати В немецких Концлагерях Варварское Отношение Было только К пленным Из Советского Союза Потому что Советский Союз Не подписал Женевскую Конвенцию О военнопленных К военнопленным Из других Стран Такого Варварства Не было Окей Концлагеря Есть концлагерь Это не дом Отдыха И не санаторий Но ни американцам Ни англичанам Ни полякам Не знаю Кто там еще Там попался Французам Им не грозило То что Грозило Бойцам Красной Армии Или вообще Всем Белым Американцам Англичанам В японских Концлагерях Поэтому При одной мысли Что кто-то Ставит под сомнение Атомной Бумбардировки Эти люди Должны ответить На вопрос Что вытворяли Японцы С американскими Военнопленными И Япония Развязала войну То же самое Германия Развязала войну Против Советского Союза А не Советский Союз Против Германии Хотя мы знаем О пакте Риббентропа Молотова Окей Спасибо большое Следующих Звонок Добрый день Вы в эфире Здравствуйте Уважаемый Добрый Как это может быть Такое Что Сенатский Комитет Там Большинство Республиканцев Пришел К такому Выводу Если Вся Эта История С многолетним Расследованием Этого Калужин Калужин Или там Чего там Было Началось Как раз С того Что Демократам Российское КГБ Выдало Эту Фальшивку Насчет Тому Что там Что-то Такое Делал В России И что У них Там Есть Какие-то На него Материалы И так Далее И тому Подобное Так Как это Может быть Или это Просто Россия Как говорится Сводила Стенку Со стенкой Давайте Я вас Сразу Приву Не надо Путать Две вещи Одна Вещь Россия Хотела Чтобы Выиграл Трамп И сотрудники Трампа Встречались С какими-то Российскими Людьми Это Одна Сторона Медали И ничего Так Подзорного Криминального В этом Нет Вторая Сторона В том Что Обвиняли Трампа В том Что Россия Активно Поддерживала Его Компанию Это Совершенно Разные Вещи Мы Можем С вами Я могу Сказать Что Я Люблю Эту Женщину Я Продевляю Симпатию А я Могу Засыпать Ее Не знаю Подарками Цветами Еще Совершенно Разные Вещи То Что Само Да Ксенатский Комитет Неважно Республиканцы Это Или Демократы Пришел К выводу Что Да Действительно Какие-то Люди С команды Трампа Встречались Какими-то Российскими Людьми Ну И что Спрошу Я Почему Нет Спасибо Алексей Принимаем Следующий Звонок Добрый день Вы В эфире Алло Здравствуйте Мы По-моему Говорили Вы говорили О Перл-Харборн Правильно Только Да Да Я хотела Сказать Что После того Как я посмотрела Фильм Тора Тора Он есть И на русском И на английском Это американский И на английском Все Мои промытые Мозги В Советском Союзе Вот повернулись Уже В другую Сторон Вот этот Фильм Обо всем Говорит Об этом Советую Посмотреть Этот фильм Спасибо большое Спасибо Алексей Хотите прокомментировать Или принимаем Следующий звонок Оля Я в кино Не хожу У меня для этого Нету времени И по телевизору Тоже не смотрю И на Ибре Не смотрю И вообще У меня Мой рабочий день Занят Чтением И Журналов И книг Но никак Не кино Тогда принимаем Следующий звонок Я должен сказать Был фильм Анброкен Непокоренный Этот фильм Кстати фильм Фильм сделан по книжке По совершенно блестящей книжке Это книжка об американцах Который провел Два с половиной года В японском концлагере Ну американец вообще замечательный Перед тем Как он попал В руки к японцам Его Самолет На котором Он летал Был сбит Над Тихим океаном Там большая команда Сумела сесть На плотик На плотик Всего 4 человека Двое из них Умерли Он С товарищем Своим 47 дней 47 дней В Тихом океане Ну можете себе Представить на плотике Эти люди Попали в плен И Описывается Что из себя Представлял Японский плен Называется Анброкен Это Книжка О нем А и фильм По-моему Назывался Анброкен Он был сделан Спустя несколько Времени Этот фильм Видел фильм Гораздо Не столь Хорош Как книжка Но это вообще Кино Обычно Когда снимается По каким-то Книгам Кино Всегда Как правило В 99 Случахе Ста хуже Уже Достаточно Одного Этого Одной Этой книги Тот Кто видел фильм Убедиться В том Что Американцы Ни на секунду Не ошиблись Бросив Атомные бомбы На Хиросиму И Нагасаки Для того Чтобы Поставить Точку Войне Немедленно Немедленно А не растягивать Войну Еще на год Полтора На два И погибли бы Сотни тысяч Американцев Спасибо Принимаем Следующий Добрый день Вы в эфире Я могу Задать вопрос Пожалуйста Пожалуйста Правда ли Что Вначале В плане Нагасаки Не был Целью Второй Бомбардировки А Нагасаки Бомбили В связи С тем Что Цель Которая Намечалась Для второй Бомбардировки Была Закрыта Очень плохой Погодой И Поэтому Была Изменена Цель Спасибо Это Справедливо Потому что Для того Чтобы сбросить Атомную бомбу Нужно было Видеть Дело Не в том Что какая цель Потому что Когда Атомная бомба Взрывается То Все Что внизу Превращается В прах Но действительно Над Нагасаки Было Облачно И Следовало Сбрасывать Над Харасимой Было Ясно Небо Сбросить Надо было Бомбу Над городом Который Был Виден Нагасаки Нагасаки Не было Первой Цель В данной Ситуации Цель Была Какой-то Японский Город Чтобы Составить Японцев Наконец Таки Сложить Оружие И Прекратить Всякое Сопротивление Спасибо Следующий Звонок Добрый день Вы в эфире Еще раз Здравствуйте У меня Короткий вопрос Скажите Пожалуйста Говорил ли Трумэн Что Про Атомную бомбу Что Он нашел Хорошую Дубинку Для русских Парней Спасибо Трумэн Сказал Сталину В подздаме Что Об атомной бомбе Трумэн Сам узнал О Манхаттанском Проекте И о том Что Готовится Атомное оружие Почти что Уже готово Только тогда Когда стал Президентом Соединенных Штатов То есть Когда умер Розовельс И он Будучи вице-президентом Залил пост Президента Сталин Об этом знал Гораздо раньше Это От американцев Которые были Шпионили В пользу Советского Союза Поэтому Трумэн Сталина Не удивил Сказав Что У Соединенных Штатов Есть бомба Спасибо Большое Сталин Знал раньше Трумэна О том Что у американцев Есть бомба Спасибо Добрый день Вы в эфире Здравствуйте Скажите Добрый день Америка Так же Как и Японцы Подписывали Ни разы Нельзя Успользовать Оружие Оружие Массового Уничтожения И То есть Никакого Я вас сразу Прерву Никакого До Второй Мировой Войны Было Подписано Соглашение О не Использовании Газа Никакого Другого Оружия Массового Поражения Значит Ни о каком Атомном Оружии Речи Быть Не было Не могло Быть Потому что Его не существовало Ну и что Поэтому Если бы Не дай бог Америка Бы Проиграла Войну Японии То Трумэн Был бы Выказнен Очень хорошо Знаете Если бы Вдруг Меня сделали Генералом То я бы Наверное Полетел На Луну Следующий А если бы У бабушки Были Дедушки Если бы Бабушка Была Дедушка Да Добрый день Окей Если бы Америка Проиграла Давайте Мы будем Вообще Да Пожалуйста Говорите Если бы Крестовые Походы Были Не на Иерусалим А были Не знаю На Москву Что значит Если бы Следующий Пожалуйста Говорите Пожалуйста Алексей Я могу Говорить Да 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 Говорите Выключите Ваши радио Пожалуйста Алексей Слушайте Внимательно Значит Давайте Вернемся К Америки Сейчас Идет Страшный Вопрос Голосования По почте И представитель Почтового отделения Сказал Это невозможно Никак Нельзя То есть Можно Будет После Выбора Но Брюкзерси Объявили Что у них есть план И они будут Голосовать По почте Пожалуйста Прекомментируйте Может быть Или это Пушка какая Я вам уже скажу Уже Стат Нью-Джерси Уже Распорядился Послать По почте Бюллетени Всем Зарегистрированным Для выборов Избирателям Все дело в том Что Нам известно Регистрируются Для выборов Многие А голосуют Из них Немногие То есть Это Жульничество В размерах Нью-Джерси Теперь У президента Соединенных Штатов Нет возможности Запретить Голосование По почте Потому что Поведение Голосования В каждом Штате Это дело Каждого Конкретного Штата Каждого Конкретного Штата Значит Если какой-то Конкретный Штат Скажем Штат Иллиной В котором Вы живете Принимает Решение О том Чтобы Голосовать По почте Но не только По почте Но и по почте Все Никто не может Это отменить Кроме Губернатора И законодательного Собрания Этого Штата Поэтому Я считаю Что Голосование По почте Это Мухляж Простите Такого Масштаба Какой Не снился Наверное Ни Лукашенко Ни Путину Кто Выиграет От этого От таких Потасовок В первую Очередь Конечно Демократическая Партия Потому что Большинство Крупнейших Городов Контролируется Демократами И во многих Штатах К чему приведет Все это Голосование По почте Ну приведет Прежде всего К тому Что в день Выборов Не будет Известен Победитель Победитель Может быть Неизвестен На следующий День Через два Дня Через Неделю Через Месяц Более того Нас ждут Судебные Процессы Суды В колоссальном Количестве Мест Потому что Ведь по почте Будут выбирать Не только Президента Соединенных Штатов Но будут Выбирать И Сенаторов Будут выбирать Депутатов Палаты Представителей Будут выбирать Мэров Я не знаю Местных Чиновников И Жульничество Будет Я не скажу Повсюду У меня нет Оснований Говорить Что повсюду Будет Жульничество Но очень Во многих Местах И многие Проигравшие В каких-то Местах Будут Оспаривать Результаты Голосования В судах Поэтому Нас ждет Среди С голосованием По почте Ну Нечто Чего никогда В истории Соединенных Штатов Не было Я думаю Не было В истории Цивилизованного Государства Спасибо Большое За вопрос Спасибо Алексей Итак Так как У нас Пока Вопросов Больше Нет Я вам Даю Время На ваше Заключительное Слово Но Если Появится Вопрос Я его С удовольствием Приму Прошу Вас Окей Значит Дамы и господа Сейчас Очень Активно Поднимается Вопрос Об Изменении Системы Об изменении Системы Голосования Ну мы знаем С вами Что Система Голосования Основана На коллегии Выборщиков Что каждый Штат В том штате В котором Победил Конкретно Какой-то Кандидат Будь то Трумэн Будь то Трамп Или Байден Выборщики Обязаны Поддерживать Того Кто Победил В их штате Значит На коллегию Выборщиков Сейчас Целый Ряд Атак Происходит В предстоящих Выборах Выборах 2020 Года Ничего Не изменится Коллегия Выборщиков Существует Ее Никто Не отменял Как Она Есть Так Она И Будет Работать Но Что Будет Уже В 24 Году 25 Неизвестно Сейчас Проходит Атака На коллегию Выборщиков Которую Мы с вами Знаем Тот Кто Слушает Передачи Читает Газеты Прекрасно Знает Что Демократы Незавольные Коллегия Выборщиков На протяжении Многих Лет Алгор Объяснил Что он Проиграл Бушу Только За коллегией Выборщиков Хилари Клинтон Сказала Она Набрала Больше Голосов Всего По стране Но Потерпела Поражение За коллегией Выборщиков Демократа Коллегия Выборщиков Незавольна Поэтому Через неделю Передача Которая Будет В следующую Среду Я ее Посвящу Конкретно Коллегии Выборщиков И Рассмотрю Два Варианта Системы Выборов Которые Предлагают Демократы Мне кажется Что это Достаточно Интересно Это Не относится Конкретно К предстоящим Выборам 2020 Года Потому что Ничего Не изменится Ну Кроме Того Что Голосование Будет По почке Но Выборщики Есть Выборщики Будет Коллегия Выборщиков Они Должны Будут Собраться Голосовать Выбирать Президента А Что Будет В 24 Году В 28 Мы Сегодня Можем Только Гадать Вот На Эту Тему Я Буду С вами Говорить Ровно Через Индель Так Давайте У нас Есть Один Звонок Давайте Попробуем Абсенти Вотерсы Правильно Вы Совершенно Правы Когда Абсенти Вот К примеру Я уезжаю В командировку Долгую Пропущу Выборы Я имею Возможность Голосовать По почке Это Одно Дело И Этого Никто Не Отменял Это Существует Это Существует Во многих Странах Голосование По почке Именно Когда Человек По той Или Иной Причине Не Может Голосовать Но Никогда Это Не Принимало Массовый Характер Никогда Не Было Случа Чтобы По почте Голосовали Миллионы Я уже Не Говорю О Десятках Миллионах А то Что происходит В голосовании По почте Мы Видим Сейчас Например Нескольких Округов В Нью-Джерси И в Нью-Йорке В которых Состоялись Первичные Выборы В июне Но Результаты До сих пор Не подведены Причем В Нью-Джерси Если Меня Не изменяет Память Пятая часть Присланных По почте Бюллетеней Признана Недействительными Это только В разверах Одного Округа По выборам В палату Представителей Можете себе Представить Размер Вот Такая же История В масштабах Всей стороны Никто не знает К чему Это приведет То есть То что Это приведет Махинациям Это однозначно Причем Махинациями Могут заниматься Не только Демократы Но и республиканцы Естественно Но поскольку В большинстве Крупнейших Мест Где От которых Зависит Исход выборов В том или ином Штате Это Находится Под контролем Демократов То Махинатором Будут в большинстве Своем Демократы Будем Будем смотреть Что произойдет Спасибо Алексей За развитием События Спасибо большое И Ну Как всегда Как вы говорите Будьте Здоровы Дамы и господа И вы Будьте нам здоровы И мы увидимся Или услышимся В следующую Среднюю Вы посещаете Магазин Лава Саплай В Скоке Чтобы быть здоровыми Абсолютно Всего хорошего Алексей Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому